МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег, давайте знакомиться. Привет, меня зовут Олег, и мне очень сложно влюбиться. Со мной пришли мои друзья Алексей и Филипп. Олег, 26 лет. Оперный певец, сын популярного певца и композитора Юрия Лозы. Живет и работает в Вене. Много читает, свободно говорит на четырех языках, часто посещает храм. Предупреждает, что у него практически не бывает выходных. Возлюбленная Олега призналась, что помимо него она любит еще и другого мужчину. Не стал выяснять, кого она любит больше, и решил, что на этом их отношения закончены. Олег никогда не женится на неверующей девушке. Его избранница должна любить оперу и литературу, одеваться со вкусом и быть всегда с ним честна. Позвольте сначала подарить вам цветы, красивым галом, красивые розы. Добрый день. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мне очень нравятся мужчины с длинными волосами. Ну расскажите, Олег, как вот такой красавец, родившийся с золотой ложкой во рту, у таких популярных родителей, папа-звезда, не пошел по его стопам, а вдруг опера? Ну все-таки я занимаюсь музыкой, поэтому так уж, чтобы не пошел по папе на стопам, сказать нельзя. Ну зачем он по пса? Как Басков. Второй Басков будет. У нас один уже есть. Но если ты сын знаменитого эстрадного артиста, начинаешь заниматься эстрадой, люди начинают тебя сравнивать, естественно, с родителем именитым и всеми уважаемым. А так как мой отец не просто певец, но еще и автор удивительных, красивых и очень при этом профессиональных песен, Я, как исключительно пока, как певец, смотрелся бы очень бледно на его фоне, поэтому... Ну ладно, если у вас данные оперного певца, навряд ли смотрелись бы бледно. Да, и тем более, что у меня открылся, неожиданно у меня появился голос. Вот расскажите, неожиданно это как? Ну, когда я запел лет в семь, родители очень расстроились и попросили меня больше не петь. Думают, ну все, начинается. Почему? Ну, как бы, да, потому что я очень хотел петь, очень любил эстрадную музыку, негритянскую, R&B, поп, джаз, но пел отвратительно, и люди хватались за уши, убегали из комнат, в которых я в это время что-то исполнял, и ничего у меня не получалось. Потом я закончил... Хорошо, вас не ставили на стул перед гостями, не просили прочитать стихотворение. Я с детства занимался в музыкальной школе, поэтому, конечно, меня ставили на стул в этой школе. А давайте я вас попрошу что-нибудь акапельно спеть, вот отвратительно, как вы это делали в семь лет. А можно я встану? Ну, я думаю, вы привыкли все-таки петь со сцены, правда, а не сидя. Поэтому просим, пожалуйста, проходите. Короткую, короткую фразу из известной лянской песни. Браво! Нет, ты видела, бровку видела в конце. Не только поет, но еще и... Хочется сказать, Басков дрожи. Вы моложе, вы натуральный блондин, натуральнее гораздо, поэтому... Мы все-таки занимаемся разным делом. Кто знает, Басков тоже начинал как оперный певец. Красавчик. Конечно. Спасибо. Олег, ну здорово. Я вам желаю счастья, я вам желаю в карьере удачи, потому что без удачи куда? А в любви что? В любви, как я сказал, влюбиться сложно, потому что, будучи верующим человеком, я все-таки очень внимательно подхожу к выбору девушки, которая может стать спутницей моей жизни. Поэтому, как правило, девушки у меня нет. Я настолько внимателен, что не допускаю отношений раньше, чем... А вот другой веры вы вообще допускаете? Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о религии, религиозность влияет, я имею в виду принадлежность к какой-либо религии, включая сюда, атеист. Я говорю, допустим, будет мусульманка или иудейка. Мы просто не сможем найти общий язык, потому что религиозность, она влияет на мировоззрение человека. То есть только православно? Просто у нас будет о чем поговорить, и будет та же схожая трактовка некоторых действий, событий и поступков. Лек, а кто вам вот так веру привил? Из верующей семьи? Мама с папой, да, верующей? Какое счастье. Ой, религиозный. Я хорошо к этому отношусь. Вот вам было по 19 лет, и вы страстно влюбились в девушку. Расскажите. Я, во-первых, был молодже. Молодже, естественно, не был таким внимательным по отношению к девушкам. И мне казалось, что у этих отношений есть будущее. И все сначала было даже очень здорово. А где-то случилось? В Москве или в Вене? В Москве. Мой дом – это Москва, но фактически в Москве я бываю, может, там, месяц или две недели в году. Поэтому... И ближе к любви? Все было хорошо, мы встречали где-то полтора года. Потом в нашей жизни появился скрипач. То есть девушка в какой-то момент сказала, что ей нравится. А она была певица? Да, она и есть певица, слава богу. Голос у нее хороший, красивый. Сама она очень даже ничего. Просто в какой-то момент она сообщила мне, что ей нравится другой молодой человек. Что меня, опять же, по молодости, по непониманию некоторых механизмов... Может быть, ваши отношения были слишком целомудренны, потому что вы верующие, выцеркленные? Нет, дело не в этом. Дело совсем не в этом. Просто не тот у меня характер, который мог бы я удержать надолго. Я очень мягкий, спокойный. Я вообще зануда, честно говоря. А вы появились уже в то время, когда у нее были отношения со скрипачом? Нет. Или раньше, или позже? Скрипач – это такой глаз из прошлого. То есть там что-то было, потом вроде как бы закончилось, но что-то осадочек остался, и потом появился я. Хороший, спокойный, честный, искренний. Ну, не вы первый, не вы последний, вот эти отношения с бывшими. Он спрашивает, говорит, дорогая, где ты была? Он говорит, бегал. А почему футболка сухая? А почему, да, футболка сухая, почти не пахнет. Да, и вот он появился. И мы расстались. Потому что, когда девушка... А почему отступились? Почему не стали, ну, так сказать, завоевывать, отстаивать, возвращать? А я не видел завоевания как таковые. Потому что какой смысл завоевывать человека, который уже твой? То есть, мне кажется, что мы завоевываем тех людей, которых мы достойны, тем, какие мы есть. Нет, вы знаете, тот, кто упорнее, тот, кто более настойчив, тот, как правило, выигрывает жизнь, вот говорит об этом. Упорство мне не занимать. Хорошо, но вам уже 26 лет, мне 19, слава богу. Да. А за это время никого не было? У меня была одна попытка, может быть, год-полтора назад. Но это очень недолго, потому что, опять же, я, девушка была эффектная и есть, слава богу. Но не тот характер, и это быстро закончилось, и поэтому мне тоже никакое сожаление. Скажите, а что, родители не переживают, не говорят, эх, Олег, уже скоро там 30 лет? Нет, родители верят в меня, родители согласны с моим отношением, потому что лучше, ну, как 7 раз, 1 на 3. Не давят на вас, да? Не давят. А перспективы работы все-таки у вас на Западе или в России? Я думаю, что перспективы... На что должна быть готова девушка? Девушка должна быть готова, что я оперный певец, и поэтому я очень громкий, и со мной жить невыносимо порой. Как это? Ну, в смысле, вы поете? Я пою, и я послушаю, да, я пою тогда, когда необходимо, а иногда бывает прослушивание или там репетиция с утра, и я распиваюсь в 9-8 утра. То есть, когда он готовит яичницу, это все сопровождается оперным пением. Дорогая! Это, кстати, вместо будильника, вот, ты постоянно просыпаешь, это плюс, это любой, Дарья, да, тут точно не простой. А в быту какой вы, Олег? Вы же не можете все время только петь. В быту я... Завтракаете ли вы с утра, и... Прихотливый, требовательный, или наоборот, вам все равно. Я очень нетребовательный, совершенно неприхотлив, предпочитаю вести здоровый, спокойный образ жизни, не хожу в клубы, дома в основном читаю книги, не смотрю телевизор, и поэтому со мной легко, но... А жене что будет позволено, а чего не позволено? Да все позволено. Телевизор можно смотреть. Если она захочет. Если это не будет ее исключительной деятельностью. Ну, нашу программу, я имею в виду. Обязательно, вашу программу. Хорошо. Невозможно протестить. Олег, должна ли она вас сопровождать, когда у вас будут длительные гастрольные туры? По ее усмотрению. Некоторые говорят, что да, я хотел бы, чтобы она ушла со своей основной работы и сопровождала меня. Кто-то говорит, боже мой, нет ни за что, она должна сидеть дома и ждать меня. Вот я не люблю, когда мне так говорят. Это неправильно запрещать. Ну, как бы, и это не твой человек, если он будет тебя запрещать. Вот вы за какую историю любви? За счастливую. Если девушка будет счастлива на работе, если ей это необходимо, почему бы ей не работать? Другой вопрос, что так как я много путешествую и по 2-3 месяца остаюсь в какой-то стране. Да, то когда вы приезжаете, вам хотелось бы горячих завтраков, нормальных семейных обидов. Как ты будешь относиться к тому, что его часто нет дома, на кастроле? Я готова с этим смириться. Я хочу поддерживать домашний очаг. Да. Ну, а как? Если девушка необычна домашнему труду, это пробило его испытания. Олег, потому что некоторые мужчины приходят, видят какую-нибудь красавицу, говорят, что я и сам приготовлю, я и сам все сделаю, постираю, полы помою. Я опять же говорю, что постирать, полы помыть, я все делаю сам, так как живу один уже много лет. Но все-таки... В браке, наверное... В браке, наверное, нужно распределять обязанности как-то. А вот расскажите, какие мужские обязанности, какие женские? Мужская обязанность, прежде всего, это содержать свою семью. Прекрасно. Сделать так, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Угу, вот это правильно. Молодец. Вы можете, например, случайно потерять работу, потому что вам покажут, что сейчас ваш руководитель неправ. На что тогда может рассчитывать ваша семья? На какую надежность? Вы согласны? Вы готовите к какой-то запасной аэродром? Я найду запасной аэродром. Девочки, что переживаете? У нас там родители, ого, папа, вон какой, можно сказать, символ, как говорится, российской эстрады. Что вы это все же... Нет, ну, а родители должны озаботиться. Роза, как обычно. Правильно, молодец. Папа, правда, матку. Ты так мягко, аккуратненько. У него папа, все нормально, все хорошо. Что пожелать? Олег, я просто знаю, с недавних пор я общаюсь с оперными певцами, нашими талантливыми и так далее. Я так эту жизнь их подглядела. Поэтому, знаете, кого я вам желаю сегодня? Найти невесту с хорошей мамой. То есть я буду вам искать хорошую тещу. Поверьте мне, это очень важно. Почему? Поверьте, все девчонки капризульки, особенно из хороших семей, потому что Холина лилейная. А вот мама должна быть очень хорошей. Почему? И особенно в семье. Вот как она к папе относилась, поддерживала ли она его и так далее. Была ли она его, служила ли она ему? Потому что есть семейный сценарий. Девочка, даже если покапризничает, в конечном итоге вернется к семейному сценарию. Вот сегодня я прям плотненько буду спрашивать про мам, про будущих тещ. Интересно, а он хочет детей? Я думаю, хочет, но не на данный период жизни. Ну да, у него сейчас карьера на взлете как раз. Ваше представление о девушках пока чисто теоретически. Надеюсь, я вас этим не обижу. Но может быть это и хорошо, что вы пришли к нам еще в таком чистом состоянии. Главное, чтобы вы также и дальше умозрительно женщин не оценивали. Позволяйте девушкам шалости, не нужно подходить к ним со слишком строгой меркой, потому что вы свое счастье можете найти только с женщиной очень легкой на подъем, а такие обычно бывают любопытные, образованные. Они пытаются взять от жизни очень многое. Не в смысле я имею в виду денег и каких-то материальных ценностей, впечатлений, общения, контактов. Поэтому домоседка вам не нужна. Любопытно, образованно, берешь от жизни все. Я думаю, что вам понравятся именно девушки живые и раскрепощенные. Может быть через такую девушку вы будете проживать свою жизнь как-то чуть более активно. Вам нужна девушка моложе вас? У меня очень активная жизнь. Вы зря думаете, что я такой прям сижу дома, ничего не делаю. Нет, нет, мы так не думаем. У меня очень мало свободного времени, я все время занят. Вот, правильно. Вот по всем параметрам подходят. Может быть сегодня девушка не выцерклена, может быть она из неверующей семьи, потому что у нас такое коммунистическое прошлое, не все можно было делать. Но она чисто сердцем, чисто помыслами. И она может быть тот самый человек, с которым вы пройдете по жизни и будете бесконечно счастливы. И она пойдет за вами, и в церковь пойдет за вами. Поэтому присмотритесь, не делайте выводов с первого взгляда. Пусть она будет хорошей. Очень скоро нашего жениха жутри незабываемые встречи. И возможно одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. Как легко быть естественным. Как просто заботиться о себе. С майонезом Махеев. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Олег. Встречайте первую невесту. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Привет. Здравствуй. Меня зовут Олег. Очень приятно. Меня зовут Кристина. Я... А позволь тебе к весне одеть такой красивый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Не, ну вы намного лучше смотритесь. Я тоже думаю... А намного, намного лучше. Два блондина – это красивая. Да, это сила. Два блондина – это сила. Здравствуйте, Кристина. С кем вы пришли? Это моя подруга Вера. Самая лучшая подруга. Очень приятно. Чтобы узнать вас получше, давайте посмотрим на экран. Кристина. 21 год. Тренер групповых программ в фитнес-центре. Катается на коньках и горных лыжах. Танцует в балете, а не тыцой. Поет и пишет песни. Обожает готовить. Предупреждает, что не будет сидеть дома и никогда не выйдет замуж за офисного работника. Несмотря на то, что жених Кристины не отпускал ее работать в Москву, она купила билеты и уехала. Надеется, что Олег ничего не будет ей запрещать. Кристина, вы не москвичка. Откуда вы приехали к нам? Я из Санкт-Петербурга. И почему вдруг в Москву из одной столицы в другую? Так как я творческая личность, мне стал тесен Питер. Потому что я пою, и перспективы в Москве намного больше. Я плюс еще танцую. А вы приехали по приглашению или просто наобум? Нет, просто наобум. Стучались во все двери. Очень тяжело. Я знаю, как это пробиться в Москве. Девочка и поет, и танцует, и целеустремленная. Как ты думаешь, она его как-то, наверное, будет шевелить? Как же такая конкуренция? Чем я хуже? А что у вас там с любовью? С любовью? У меня был молодой человек. Мы с ним были знакомы со школы еще. Но он мне совершенно не нравился. Но потом, когда мы закончили школу и поступили в университет, он стал очень красиво за мной ухаживать, и он очень сильно изменился. И он мне прям так понравился. И в нас закрутился роман. Встречались мы с ним год. Но он знал, что я пою, танцую. Он очень был счастлив, ему все это нравилось. Но, к сожалению, я ему сказала, что я вынуждена ехать в Москву, потому что у меня нет здесь работы. У меня нет здесь реально работы. Я не могу себя реализовать как личность. И он сказал, что хорошо, я тебя отпускаю, потому что для тебя это действительно важное. А университет имени Лесгов, там, педагогический. Это физкультурный. Да. Я просто бывшим спортивной аэробикой занималась еще. Подождите, я правильно вас поняла? Он вас отпустил. А у меня данные, что наоборот, он-то чуть ли не космея лег. Отпустил, да? Нет, отпустил, да. Прямо так, вот так, любовь, любовь, так спокойно отпустил? Лег в костюм, упирался, боролся. Нет, естественно, ему было тяжело. Это были страдания, это были слезы. Правда, это очень тяжело. Но это же так близко. Почему он с вами не поехал? К сожалению, у него тоже институт, и мы с ним одногодки. Кристина, скажите честно, отношения с себя изжили? Уже понимали, что будущего у вас нет? Да, вы знаете, потому что дороги разошлись, и все-таки... То есть отношения с себя изжили, вы приехали сюда? Боже мой, 21 год. В чем вас можно обвинить? Конкурентка, конечно, не чета наша. Да нет, ну это понятное дело, я же тебе сразу сказал, что если она такой же творческий человек, как и он, то они приумне садятся. Долго не проживут, это очень мало. То есть я, значит, абсолютно бездарная личность, да? Почему, почему? Нет, наоборот, хорошая личность. Лучше, чем она. Скажите мне, Кристиночка, все-таки для вас карьера важнее, потому что раз вы же все там побросали, сюда приехали, а вот пришли про семейную жизнь, какие приоритеты? Хотела бы тоже заниматься своей карьерой, потому что два человека должны развиваться в отношениях. А детей когда? Детей в 26. Детей в 26. Детей в 26, когда детей. Дорогой, у нас осталось всего 20 минут. Пиджак мне, он нравится. Да, мне вообще хороший парень. И парень хороший. Хороший, хороший. Антон, тебе тоже нравится? Да, Симонтрол. Нет, мне все, да. Ты, главное, там конкуренцию не номинали, да? Я бы с ним пообщался бы, но я бы с дружеской такой стороны. Кристина, понимаете, да, что такие женихи, как говорила Фаина Раневская, на улице не валяются? Да. Что делать будем? Если вдруг понадобится принести себя в жертву. Я вам скажу так, что если я готова пожертвовать какими-то своими амбициями. И пойти работать костюмершей к мужу. Нет, костюмершей не пойду работать. Почему? Быть рядом с мужем, это же здорово. Ну, я тоже считаю, конечно. Готовы? Не очень, да. А у меня вопрос. Я знаю, что вы на спор выпили 2 стакана текилы и заработали 30 тысяч. У вас как с алкоголем? Все в порядке с алкоголем. То есть вы такая азартная, да? Да, я очень азартный человек, я очень люблю, я рулетку люблю. Олег, а вы говорите, что 9 лет уже не пьете вовсе? 7 лет. То есть с 19 лет, а что-то случилось? Мне просто это не очень нужно. И когда, последний раз, когда я выпила алкоголь, меня записали на видео. Это было немного, я никогда много не употреблял. Но я увидел себя таким идиотом. Вы сами себе стали противны? Да. Он очень правильный, очень воспитанный. Он деликатный. Кристиночка, вы так много говорите о своем будущем. А каким вы его видите? Я бы хотела бы организовать детскую школу, танцевальную студию и вокальную для детей. И, естественно, самой стать певицей и выступать как в России, так и за рубежом. Таких школ ведь много. Я педагог, я должна отдавать детям. У ребеночка родите ни одного. Знаете, дома открыть школу танцевальную и своим детьми, во! Просто-напросто. Система, уходя, 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 уходя. Кристиночка, спасибо большое. Покажите, терпись. Для вас песня и танец. И белый танец я приглашаю вас, Наталья. Отлично. На улицах моих осенний дождь, Листья разбросал небрежно. Конечно, ты сегодня не придешь. О, видишь? Все. Видишь, ты сегодня не придешь. Видишь, лето кончилось. Все. О, она подобралась. Прощай, любимая. На улицах ни света, ни огня. Дождь, поговори со мною. Все по-другому с нынешнего дня. Тоской укрыто сердце неземною. Ну, это как-то слишком. Что? На белый танец? Такой, да, ход конем. О том, что лето не вернешь, О том, что все прошло, конечно. Но я прошу, оставь мне все, Последнюю мою надежду. Спасибо. Спасибо. Верочка, проходите со своей подружкой в свою комнату. Что-то она так много рассказывала о том, как поет, танцует и хочет делать в Москве карьеру. Была возможность на Первом канале себя показать. И что-то ничего, такой простенький танчик вправо-влево. Не показалось? Ну, может, я тут всему помешал. Но остается надеяться, что остальные девочки ему совсем не подойдут. Я прям так переживаю, так переживаю, прям вообще. Нет, девушка хорошая, девушка знает, чего хочет. Она занимается любимым делом, это здорово. Спасибо, Роза. Уж пускай не обижается Кристина, ее родители. Неравный брак. Ничего хорошего из этого совершенно не получится. Я так и знала, что именно Роза, мне не понравилась. Я так и знала изначально. Прихорошенькая, дивно сложена. И то, что она уехала из дома, это нормально. Во всем мире такая практика. Будет самостоятельной. И соображать раньше тех, кто живет до 40 лет в семье, начнет. Ничего я в этом не вижу, в ее отъезде страшного. Не знает, чего хочет. Не знает, чего хочет, не знает, куда ее ведет собственная дорога. Это да. Но я бы тоже не стала особо цепляться к этому, потому что ей всего 21 год. Ну, я могу сказать, что рыбы вообще большую часть жизни, первую часть жизни, не знают, куда они плывут. И это для них правда нормально. Они должны среду почувствовать, как свое естественное состояние, и среда их выводит. Но у нее несколько огненных планет в гороскопе, планет, которые сильнее всего. Она девушка своевольная. Я думаю, что девушка хорошая, но немножко во власти своих желаний. И если говорить о ее слабостях, то она мужчина ищет такого, который этим слабостям, этим страстям таким, пускай даже небольшим, потворствовал бы. Ну, думаю, что игра и рулетка это сказано, но она действительно азартна. Но такой же азарт... А как антекилы. Нет, такой же азарт может распространяться на любую ситуацию, но не постоянно. То есть она не постоянно жаждет вот таких экстремальных вещей. Вот если мужчина готов пойти навстречу, ну и как-то разделить с ней это желание, она ему будет отдана до конца. Если мужчина не будет этому потворствовать, а будет сопротивляться, тогда ей с ним не по пути окажется. Давай пожените теперь ваше мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Олег. Встречайте вторую невесту. Удачи. Привет. Меня зовут Олег. Меня зовут Валерия. Я надеюсь, наше знакомство пройдет очень приятно, и мы продолжим с тобой общение. Здорово. Позволь мне подарить этот... Уже не первый мой браслет. Ну, я дарю его от чистого сердца. Очень приятно. Спасибо. Спасибо, проходите. Ну, сейчас мы им косточки поперемалываем. Давай, 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 давай хрусти. Похрусти. Интересно, Аня, про тебя много плохого сказали. Здравствуйте, Валерия. А с кем вы пришли? Я пришла со своими подругами, с Олесей и Магдалиной. Очень приятно. Давайте нас посмотрим. Валерия. 21 год. Студентка, будущий социолог. Поклонница французского и испанского кинематографа. Посещает выставки современного искусства, владеет искусством танца живота, мечтает пожить в Аргентине и открыть собственный ресторан. Предупреждает, что не любит неуместных шуток. Валерия влюбилась в женатого мужчину. Бросила его, когда узнала, что его жена забеременела. Надеется, что Олег не способен на обман. А вы когда влюблялись, знали, что ваш избранник женат? Нет, я не знала. Мы с ним познакомились на курорте. Он там жил и работал. В какой стране? В Египте. Он египтянин? Нет, он русский, но 6 лет жил там. Я не знала о том, что у него жена и ребенок. На юге никто не знает. Познакомились на курорте. Как это банально. А ведь она там жила. Жена? Да. Да, жена там. С ним жила она. Как-то она вот, как так умудрились-то? Потому что это юг, Роза. Да. Там всегда можно сказать, что это аниматорша. И что, вот вы влюбились и у вас начались отношения? У нас начался бурный роман буквально на четвертый день после моего приезда. Мы с ним ходили, ну, то есть на всякие разные там, в боулинг, ну, в клубы постоянно. А жене он мог сказать, что это частные уроки? Жене он говорил то, что он работает, то, что тяжело работает. Частные уроки с девушкой, ничего страшного. А потом я приехала в Россию, добавила его в социальные сети и увидела то, что он женат. Мало того, у него еще на тот момент была 12-летняя дочка. Была дочка от этой же жены? Да, от этой же жены. Потом сидела и думала, зачем я добавила ее в друзья? Ну, это вас не остановило. Меня, да, это не остановило. Я все-таки надеялась на что-то. Меня захлестнули какие-то эмоции. Жена растворится, что ли? В 18 лет надеются только на встречи, Роза, и на любовь. А мама где была? Где мама-то была? Кто же делится с мамами о том, что встречается с женатым? Я маме не говорила сначала. Я боялась. И вот вы любите себя и любите. Пока однажды что не узнали? Потом я узнала то, что его жена беременна вторым ребенком. И вы подумали, как это так? Значит, он с ней продолжает спать? Да. И что? Для начала я удалила его из друзей. Да, да, да. В черный список. Для начала, да, в черный список, да. И вы расстались тотчас же? Я просто молча. Он начал мне звонить, писать, но я перестала отвечать на какие-либо звонки, сообщения. Где-то через полгода он написал мне, начал извиняться. Я сказала то, что я просила, но больше мы с ним не общались. Ну, что ты хочешь, она восточная дива, страстная натура, и поэтому, я думаю, там такой же встретится страстный мужчина. И вот показатель. Голова тоже должна быть. Когда ты приезжаешь на отдых, у тебя есть голова? Конечно. Я думаю, не все. Валерия, для нашего жениха принципиально, чтобы жена была верующая. Верующая. А вы? Мне с самого рождения и мама, и бабушка прививали чувство веры. Я не могу сказать то, что я часто хожу в церковь, но два раза в месяц стабильно. Валерия, а где папа? Папа дома. В смысле, говорите, мама, бабушка. То есть у вас полная семья? Да. А родители ваши в социальном плане вот какую профессию имеют? Кто они? Папа у меня связан с милицией, а мама с медициной. С медициной. Ну, хорошая такая, интеллигентная семья. А зато вот вы очень хорошо одета, дорого, причесочка у вас. Вот муж должен выделять на вашу красоту? Ее уже держать надо, содержать надо. Ну... Или сами будете? Мне кажется, муж обязан выделять на красоту. Муж хочется видеть свою жену. Красивой. Королевой. Мне бы хотелось. Я думаю, он то, что должен, но я лично не стала бы настаивать. А вы, будучи в браке, собираетесь работать? Да, я хотела бы работать, но я могла бы работать надолго. Ну, что первичнее, дети или карьера? Дети. Ну, явно не его вариант, потому что он сказал бы, не домоседка, ему нужна активная девушка, которая... Ну, активная, да. Мне говорят, что она такая более пассивная. Валерия, а признайтесь, не страшно? Вот вы пришли к жениху из известной семьи. Не страшно, что родители не так примут, что у него какой-то особенный круг, в который вам сложно будет вписаться? Вот есть это душевное волнение? Или вы в себе уверены и понимаете, что договоритесь с мужчиной, договоритесь с его друзьями, с его окружением? Я уверена в этом, я уверена в том, что если я договорюсь с мужчиной, то и с его друзьями... То есть со своими друзьями мужчина уж как-нибудь сам договорится. А я вам скажу в свою очередь, Валерия, в таких семьях всё, как в обычных, если это нормальные люди, то они всё оставляют за кулисами. А вот, Олег... Закончили работать, закончили петь, и домой они приходят просто Юрием, просто Людмилой, просто Марией. Поэтому не переживайте за это. Ой, нет, подождите. Олег, а скажите, пожалуйста, всё-таки с кем нужно будет договариваться, Валерий, с папой или с... В первую очередь. Со мной. А вот так договориться, во вторую, хорошо? Во вторую уже не надо договориться. Если родители ваши скажут нет, а если родители скажут категорически нет, не нравится? Теоретически, теоретически, исключительно теоретически, по послушанию я всё-таки прислушаюсь к родителям, потому что они что-то чувствуют. Даже когда они не могут это объяснить, даже когда детям кажется, что папа с мамой меня не понимают, родители чувствуют, и Господь их вразумляет. Молодец какой. Покажи, сердись. Я хочу уже читать тебе стихотворение. Давайте я буду смотреть зал. Нет, нет, лучше так. Лучше так, хорошо. Да. Назови меня своей любимой. Тихо, еле слышно имя, прошепчи. Разрумянюсь алой рябиной. Разгорюсь небесной ночи. Назови меня своей желанной. Боль и чистого сердца, и тяжесть утоли. Музыкой небесной и органной, нежной и возвышенной звучи. Назови меня своей голубкой. И в твоей объятия заключи. Назови меня своей неповторимой. Все хорошо. Спасибо. Все здорово. Все здорово. Молодец. Спасибо. 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 Проходите. Ваше знакомство напоминало такое учитель и ученица. Либо работодатель, и одна из девушек, которая к вам пришла устраиваться на работу. Хочу найти муж, как найти хорошую работу. Все правильно. И найти жену, честно говоря. Да, и не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. Правильно. Парни, как вам, девушка? Ну, если продолжать эту метафору с собеседованием, то девочка очень-очень-очень волновалась, как мне показалось. Ей, в общем-то, раскрыться не удалось. Ну, это же трогательно. Не совсем уверена и в себе, и не совсем понятно, к нему ли она пришла. К нему. А кому еще-то? Ну, да, девочка вообще была бы понятна, что не к нему. Олег, как вам? На самом деле, стеснительность мне нравится, мне импонирует. Потому что девушки застенчивые часто, если это искренне застенчивость, бывает такая наигранная, да не я, стесняюсь. А глаз горит. Здесь видно, что девушка искренняя, это здорово. То есть вам она понравилась? Хорошая девушка. А Роза? Ой, Олег, похоже, вы действительно с голодухи-то пришли к нам. Но я имею в виду, что прям любая застенчивость... Я не говорю, что же девушка моя, вот та самая, я говорю, что она хорошая. Ну, мы еще посмотрим. Хорошо. Саевка, на успех. Ну, естественно, я осуждаю ситуации, когда молодая девушка встречается с женатым мужчиной. Но, с другой стороны, у кого таких историй в жизни не было, бросьте камень. Главное, чтобы к 21-му году Валерия как-то пришла в себя. Мне кажется, она вполне соображает сегодня. Мне кажется, она знает, чего она хочет. Она откровенная. Поэтому я бы не ставила ставить на Валерии Крест. Как тебе? Я бы тоже не вспоминала про ее прошлое. Уж слишком юна. Но вам нравятся девушки раскрепощенные, общительные, быстро, нестандартные, не шаблонно реагирующие на ситуации. Такие живые в общении. Она была не столько застенчива, сколько растеряна. Да, ваша Венера в Близнецах про это говорит четко. Она была именно растеряна. Сложившиеся ситуации, после долгих достаточно раздумий, вы бы хотели все-таки от женщины более живую реакцию. Это не ваша девушка психофизически, по своей моторике. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Олегу встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет. Меня зовут Анастасия. Я очень долго сомневалась с этими на эту передачу или нет, но теперь я понимаю, что я пришла не зря. Здорово. Меня зовут Олег. Позволь мне теперь уже на эту руку. Спасибо. Мне кажется, они как Ромео и Джульетт. Реально. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая. С кем вы? Спасибо. Я с друзьями, с Антоном и с Андреем. Давайте на вас посмотрим. Анастасия. Анастасия. 21 год. Студентка. Учится на специалисты по гостиничному бизнесу. Изучает английский и испанский языки. Читает зарубежную классическую литературу. Мечтает побывать в Лас-Вегасе и стать финансовым директором крупной сети гостиниц. Пока Анастасия была в ссоре со своим избранником, он встречался с другой девушкой. Не смогла простить измены и рассталась с ним. Надеяться, что для Олега она станет единственной. Ну, вроде бы и крестик есть, но как-то он так бесстыдно между двумя такими холмами, я бы сказала, находится. Ну, корсет, конечно. Да. Зря. Зря. А что стало причиной вашей ссоры с молодым человеком? Ну, с молодым человеком было сложно. Он был такой напористый и очень категоричный молодой человек. То есть, у него был очень жесткий характер. А где вы с ним познакомились? Мы познакомились в социальной сети. Вот. Я очень долго как-то думала, встречаться с ним или нет. Ну, как-то получилось... Он был опер, да? Да. Вот. Наверное, видимо, в связи с тем, что он работал так очень активно, у него с нервами, конечно, были проблемы. Но вы еще были не в тех отношениях, чтобы он на вас расслаблялся? Нет, но мы жили вместе. Уже жили вместе? А через сколько времени стали вместе жить? Где-то через полгода. То есть, у вас были довольно длительные с ним отношения? Год. Полгода я попробовала как-то ужиться с этим человеком, у меня ничего не получилось. А что, прямо так приходил дама, говорит, глаза мне смотреть, так глаза смотреть. И лампу, лампу направлялся. Да? Ну, не совсем, конечно, так. Просто... Ну, а в чем его жесткость выражалась? В чем? Он приходил домой, не было обеда, например, или вы его отправляли на работу, он хотел горячий завтрак, а вы в это время спали. Какие были претензии к вам? Ну, я люблю активный образ жизни. То есть, я могу где-то задержаться. То есть, вы утром бегаете, например, или в фитнес-клубе, а он без горячего завтрака, опять же, на работу идет? Да, да, да. И вот эта вот проблема огромная, потом... Какая-то правда огромная проблема, Анастасия? Почему бы мужу, пускай даже гражданскому, не приготовить завтрак? Там просто еще была сложность, что мы жили с его семьей, с мамой, с папой. Вот, как бы я хорошо ни относилась к семье своего молодого человека, все-таки сложно двум женщинам как-то ужиться на одной кухне. Бросались горячим маслом, брались сковородки. Веселая жизнь была! Я вообще такие варианты сразу откидываю. Нет. Вот вообще ни за что, никогда ни с кем не жить. Лучше по отдельности, не знаю, даже встречаться. Лучше, да. Может быть, и вы гулёная, и вы также проживёте с Олегом полгода, потом уйдёте. Тогда объясните, в чём дело? Ну, у меня, слава богу, не придётся бороться с моей мамой или с папой за кухню, или там устраивать баталии за гостиную, за диванью. Нет, я отлично говорю, я отношусь к родственникам. Может быть, вам стало не хватать денег, которые он приносил? Или он вам вовсе ничего не приносил? Нет, я вообще за счёт молодого человека стараюсь мне жить. А почему, Настя, вы за счёт человека молодого не хотите жить? У вас с ним всё было хорошо. Тогда в чём дело? Как это так? Пожили немножко, вы могли за это время забеременеть, вы могли за это время, не знаю, ребёнка родить. Почему такая безответственность? Я могу объяснить, почему я от мужчин уходила. Вы объясните, почему. Ну, видимо, мне было мало лет, и мне вот казалось, что он слишком много требует от меня, а мне этого не хотелось. Она понимала, ну, изначально, что она будет жить с такими-то, такими-то людьми. Она себя сама подписала на эти отношения. И она сама себя поставила определённым образом. Определённым образом, так, в этой семье. А у меня вот другое интересует. Муж-то будет зарабатывать, и вы хотите, чтобы он зарабатывал? Ну, в принципе, правильно? Не хочет, она говорит, я не буду считать его деньги. Она хочет, она вон в анкете читала, она хочет, чтобы муж всё зарабатывал. А мне она сказала, что мне не всё равно. Да ещё и посуду мыл. А чего посуду-то, зачем вам посуду-то мыть? Ну, как? Я сама работаю. То есть, я хочу, чтобы молодой человек работал. Ну, не хотелось бы жить в нищете. То есть, средняя заработная плата меня вполне устраивает. Ну, хорошо, если молодой человек позволяет жить далеко не в нищете, то что тогда? Да ничего, вроде тогда этот вопрос, он сам собой аннулируется. А вот представьте ситуацию. Олег вас выбирает. Ну, и, разумеется, он будет вынужден улететь к себе в Вену, работать. Как будет продолжаться ваше общение? Через какое время, если оно будет продолжаться только по электронной почте или дистанционно, вы начнёте беспокоиться и начнёте думать, что он вас забыл? Будете ли вы сами проявлять активность? Вот сейчас вы будете вынуждены расстаться через какое-то время. Ваши шаги? Ну, для меня главное доверие. Если я доверяю человеку, я готов его ждать. Ну, решили всё-таки поехать. Молодой человек должен оплатить вам перелёт или вы сами поедете на свои деньги? Да, молодой человек должен оплатить. Мало, молчи, Олег, подожди, ну молчи. Да я могу сама оплатить. Это то, что молодой человек должен решать все финансовые вопросы и все деловые вопросы. Молодец. Если вы берёте на себя ответственность. У меня такой есть тогда, молодой человек, который сам ничего не может решить. А кто вам это? Кто вам это? Ты сама возьми, вот сама сделай, всё приезжай, а я тебе куплю цветы. Но ведь западная ментальность как бы подсказывает нам обратное. Я русский человек. Я на Западе не чувствую себя дома. А по поводу того, что чувствует, что забыто, что как-то так брошено, или он там с кем-то, с другой, это невозможно со мной. Я абсолютно честный, искренний и никогда никого не обманываю. Всё равно любой девушке хочется. Не то, чтобы жить за счёт мужчины, а чтобы её мужчина был сильнее, чтобы он имел определённый достаток. Там определённое положение. Это нормально, мне кажется, этого... Анастасия, вы приготовили сюрприз для Олега, я знаю. Да. Я прочитаю Санет Шекспира. Мой взор и сердце прекратили спор, решив войти друг с другом в соглашение. Когда мои глаза твои жаждут взор, и в сердце ищет страсти утоления. Мои глаза рисуют облик твой навеки и просят сердце разделить их радость. В другой же раз у сердца пир горой, и взор с ним грёз любовных делит сладость. Спасибо. Мне ближе другой Санет Шекспира. Мне ближе Санет. Я не помню номер, но он начинается, когда меня отправят под арест без выкупа, залога. А, ну это уже 90 от 90. Да, там за. Я бы хотела подарить вам это. Ни глыба камня, ни могильный крест. Мне памятником будут эти строчки. О творчестве, о том, чтобы оставить свой след в истории. Спасибо большое. У вас уже есть общая тема. У вас есть Шекспира. Это, мне кажется, здорово. Проходите. Спасибо. Спасибо. Ну как? Отлично. Мне очень понравилось. Очень. Очень хороший молодой человек. Как вам, невеста? Девочка грамотная, умненькая, миловидная, но бежит куда-то она и торопится, и не может пока еще прийти к каким-то вещам, к завершению того образа, который она хочет видеть. Мне кажется, не готова она к таким серьезным отношениям, которые хочет Олег. Спасибо. Что вы скажете? Вторая кандидатка, Валерия, да, считала стих запинаясь, ну, очень робко и так далее. Но изусть здесь происходило чтение литературное. Мне кажется, немножко проигрывает. Немножко что? Кто проигрывает? Проигрывает то, что ты проигрываешь. Не знаю. Почему-то наоборот. Олег? Хороший комментарий был у Филиппа по поводу чтения наизусть и с книжки. Все-таки хочется больше естественности и больше. Они не могут быть естественными напротив вас сидичи. Потому и вот такое неестество было сегодня. С тобой полностью согласна. Знаете, добавлю просто картинку. Наверняка в детстве смотрели фильм «Морозка». Там Настенька была. Да, конечно. Я тоже об этом подумал. Вот представьте Анастасию Настенькой в ее естественном. Она такая, да. Но ей предложили сыграть некий образ, который к ней, конечно, нет. Мне девочка понравилась. Хорошая. Василиса. Мне не очень нравится, когда люди обесценивают свои прошлые чувства и неаргументированно это делают. Почему-то она не сказала ни про единое достоинство своего избранника, что было бы тоже важно, мне кажется, сейчас. Вот какое-то такое обесценивание своей юной любви есть неуважение к самой себе на тот период времени. Мне кажется, что она потом со временем в этом раскается. И как только она найдет в нем какие-то положительные качества, сразу она увидит образ своего будущего мужчины. Пока этого не произошло, ее сложно рекомендовать. А если придет, то что? Я выйду. Выдешь? Да. А Филиппу Алексею нужно порекомендовать только одну девушку вашему другу. Поэтому я вас слушаю. Мое мнение, Валерия, это чисто абсолютно субъективно, основанное на, пожалуй, вот этом сравнительном анализе чтения наизусть и чтения с листа. Ну и плюс девочка хорошая. Ну ладно, да, спасибо. Девочка хорошая, девочка умная, стеснялась чуть больше, чем надо, но тем не менее из трех, пожалуй, вот рекомендую ее. Ну а как я еще могу себя вести? Конечно, когда ты сидишь на профессии, такой красавец будет сидеть. Он тобой так заинтересовался. Что вы скажете? Кристина немножко не совсем полностью раскрыла себя сегодня, но она тоже музыкант, она тоже творческая личность. И я думаю, она понимает половину из того, чем занимается Олег, потому что занимается сама этим. Возможно, у них получится что-то интересное. Спасибо, Олег. Ну, Олег сейчас ничего не скажет. Но вы сделали свой выбор. Да, я сделал выбор. Правда, мне понравился как личность, мне понравился по внешности. Ну, вот прям все вот сошлось. Я даже не ожидала, правда, что я приду, и мне действительно он понравится. Мне кажется, с Кристиной можно было бы попробовать, но не с Валерией и с Анастасией. Хотя и в этом я сомневаюсь. Я своими женихам и невестам напоминаю, что не влюбившись, не полюбишь. Влюбленность – начало любви. Но сегодня я сказала так. Не познакомившись, не влюбишься. Это факт. Вы должны дать себе шанс прежде всего. Опыт надо нарабатывать. У вас этого опыта нет. Настенька, мне кажется, самый безболезненный вариант в плане опыта. Ну, а я, конечно, хотела бы, может быть, и все, и сложилось бы там. А Василиса растудит нас. Конечно, сегодня среди них не одна не готова стать женой, а готова только для того, чтобы общаться с мужчинами, какой-то первый опыт накапливать. Вот общаться и говорить на одном языке вам, очевидно, легче с Кристиной. Очевидно. Хотя сегодня вот той самой воздушной девушке, по-настоящему сговорчивой, легкой, одновременно независимой, я не увидела. Но сегодня Кристина. Я думаю, вы сделали правильный выбор. Мы вас в любом случае поддержим, поэтому проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Мурат, 26 лет, номер 2632. Театральный режиссер, увлекается поэзией и читает классическую литературу. Любит активный отдых, мечтает пожить некоторое время там, где никто его не знает. Познакомится с женственной и стройной хранительницей очага. Марина, 26 лет, номер 2633. Специалист по физиологическому тестированию. Преподает искусство восточного танца, шьет сценические костюмы, мечтает жить со своей семьей в большом доме. Ищет высокого голубоглазого брюнета, который смирится с ее профессией. Мы не знаем, выйдет Олег один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его решение. Привет. Привет. Я думаю, стоит еще раз встретиться, пообщаться поближе и поговорить об искусстве, литературе. Это все. Пойдем. Пойдем. У нас есть пара Олег и Валерия. Залог счастливого брака, хорошее настроение, а поднять его помогут нежные конфеты Левушка. А конфеты фабрики Славянка. Славянка несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился этот из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай пожелимся. Спасибо. Девочки говорят, ты предана, как собака. Почему ты постоянно хлопаешь крышкой туалета? Ты же не можешь ее аккуратно опустить. А мне хотелось смотреть почему-то на розовые шторы и нюхать белых мальчиков, у которых белые волосы. Отношения натянуты. Мальчика забивает нашего. Я себя начинала хорошо чувствовать, когда я изрядно немного выпью. Через полгода поняла, что я начинаю, наверное, спиваться в таком молодом возрасте. Продолжение следует...